Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Действует предпраздничная акция. Только до 8 марта все двухкомнатные квартиры по цене 42 тысячи рублей за квадратный метр. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Поплатился дважды. Рушитель правил дорожного движения осужден на 15 суток. 23 февраля, в День защитника Отечества, причастных к празднику поздравили на главной площади города. Наивное искусство – направление на тонкой грани профессионализма и любительского взгляда. Об этих и других событиях расскажем прямо сейчас. Работы по благоустройству курорта продолжаются. В сквере у здания администрации высаживают молодые деревья. Пример для подражания. В сквере у здания администрации работники предприятия «Зеленстрой» высаживают ели. 8 пятиметровых хвойных деревьев уже высадили на аллеи. Две ели пересадили. В планах высадка деревьев на 24 перекрестках в городе. Эту работу завершат к началу летнего сезона. От памятника герою России Вячеслава Евскину до сквера у трех свечей в новом парке Анапа уже высадили 50 деревьев, хвойных и лиственных пород. Работы по благоустройству продолжат. В Краснодаре с Днем защитника Отечества мужчин поздравили в зале Кубанского казачьего хора. У входа в концертный зал защитников Отечества нескольких поколений встречают оркестром. Несколько минут до концерта в холле – время для дружеских бесед ветеранов. В зале Кубанского казачьего хора – почетные зрители, ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие Краснодарского гарнизона, представители Кубанского казачьего войска. К гостям сквозь время обратились великие полководцы Александр Невский, Александр Суворов, Георгий Жуков. Напомнили о своих подвигах и славных сражениях. Защитников Отечества, уже выполнивших военный долг и служащих сегодня, поздравили представители краевой власти. Я хочу искренне, от всей души поблагодарить ветеранов Великой Отечественной войны, поблагодарить тружеников тыла, сказать слова благодарности тем, кто служил в горячих точках, защищал интересы великого, могучего государства и продолжает защищать. Поблагодарить тех, кто смыслом жизни выбрал военную профессию. Спасибо вам большое. Сердечно поздравляю вас с наступающим праздником, Днем Защитника Отечества. Во все времена защита Родины была высоким нравственным и гражданским долгом каждого гражданина нашей страны. Оборонять свою землю, свой очаг в России поднимали все мира, от мала до велика. И потому этот день поистине общенародный национальный праздник. Праздничную программу организаторы концерта подготовили специально к 23 февраля. В каждом номере, песнях, танцевальных постановках, творческие коллективы поздравили защитников Отечества с праздником. И в это же время в холле концертного зала работала необычная выставка находок времен Великой Отечественной войны. Наталья Бухальская, Алексей Мухортов, Анапа, Регион, Краснодар. 23 февраля на главной концертной площади Анапы прошла акция «Мы – наследники города воинской славы», посвященная празднику защитников Отечества. В 6 часов вечера на театральную площадь пришли анапчане и гости курорта, чтобы все вместе отметить торжество. Поздравления со сцены прозвучали от ветеранов Великой Отечественной войны и вооруженных сил. Эстафету славных защитников Отечества подхватила молодежь. По вашим делам, молодежь, мы видим, что вы достойно несете и совету старшего поколения, и поэтому с праздником вас, мирного неба, здоровья, любви и успехов. Ветеран Великой Отечественной войны, капитан первого ранга в отставке Анатолий Ильич Шилов и председатель Совета ветеранов города-курорт Анапа Анатолий Гапонов от имени всех анапчан возложили корзину цветов к стели «Город воинской славы». После торжественной части начался концерт. Выступали творческие коллективы города, зрители подпевали и танцевали. На День защитников Отечества я бы хотел пожелать, чтобы каждый мужчина служил и чтобы выполнил свой мужской долг. Желаю всем, чтобы не было войны, чтобы не брали в руки оружие. Здоровье самое главное, а остальное все приложится. Чтобы войны не было и чтобы они посмотрели, как сегодня наша сборная выиграла. Это просто лучшие защитники Отечества, только они умеют добиваться таких целей. И вообще, чтобы все мужики были такими же целеустремленными и сильными духом. Не защитником, быть защитниками. Просто наобста россиянам помнить то, что было и помнить, из-за чего дни называются праздниками. И следовать традициям. Желаю всем мирного неба над головой. Главное, чтобы у всех все было хорошо, всегда был мир, дружба. Даже если что-то случится, то чтобы мы стояли за свою родину, чтобы при любых обстоятельствах ее защищали. В городах-героях и городах воинской славы положено производить салюты в День Победы и День Защитника Отечества. Первый в истории артиллерийский салют в честь победы русского оружия прогремел в декабре 1709 года по распоряжению Петра I в честь победы русских войск в Полтавской битве. С тех времен повелось на Руси торжественным залпом отмечать самые славные победы над врагами Отечества. В этот вечер над Анапой прогремели 23 мощных залпа и около 30 сопутствующих, озаряя неба, феерии рассыпающихся огней. Лариса Басова, Максим Логоша, Анапа-регион. 7 бед, 1 ответ. Водитель автомобиля, дважды нарушивший правила дорожного движения, задержан на 15 суток. За поступки и проступки приходится отвечать по закону. Инспектор ГИБДД остановил водителя, нарушившего правила дорожного движения. Выезд на встречку. Водительский спасатель дать удерживаться. Сейчас я пообщаюсь с человеком? Нет, вы передайте водительский спасатель, а потом будете общаться. По моему требованию, законному. Законному, а что я нарушил? Я уже сказал, нарушение правил дорожного движения. Вместо выполнения законных требований стал искать поддержку у третьих лиц. После звонка, насмотрелся фильмов о крутых мачо, нарушитель передал инспектору водительское удостоверение и перешел на второй уровень испытаний в присутствии понятых. Сейчас будет производиться досмотр транспортного средства. При досмотре транспортного средства водители и пассажиры обязаны выйти из автомобиля. Только в этом случае производится досмотр. В вашем присутствии сейчас я от водителя. Водитель, выйдите, пожалуйста, из автомобиля. Видите, он не реагирует. Никак. На мое законотребование. С явным неудовольствием водитель все-таки вышел из автомобиля, но и здесь чувство собственной важности подвело. Нарушил в третий раз, отказавшись исполнять требования инспектора. Будьте добры, проследуйте в патрульную автомобиль, иначе будет применена физическая сила. Если вы опять откажетесь от моего законного требования, к вам именно. Вам все понятно? Так требования ваши они? Значит, проследовали в автомобиль, говорю, приору, патрульный. В присутствии понятых инспекторы провели личный досмотр водителя и составили акт о нарушениях. Нарушение пункта 8.6, за что предусмотрена ответственность по статье 12.15.4, это выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, нарушение правил дорожного движения. После того, как водитель был остановлен, к нему подошел инспектор ДПС, представившись, потребовал документы. На что водитель отказался передать документы, и в отношении него был составлен материал по статье 19.3, часть 1. Состоялся суд, и в отношении указанного водителя была примена санкция 15 суток ареста. Наказание можно было избежать, сразу выполнив законные требования представителей власти, максимум оплатив штраф за выезд на встречку, но игра в героя захватила слишком сильно. Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Анапа. Регион. И к другим темам. В детской художественной школе открылась персональная выставка представителя наивного искусства. Автор экспозиции на днях вернулась с 4-го международного фестиваля наивного искусства и творчества любителей с дипломом. Ее работа вошла в международный каталог. На открытии уникальной выставки побывала Лариса Басова. Тамара Дмитриевна Гарбузова по образованию экономист. Тяга к творчеству в их роду наследственная. Есть профессиональные скульпторы, музыканты. А вот Тамара Дмитриевна занимается творчеством на досуге. Я рисовала на окнах, на дверях. У меня все было раскрашено везде. Цветы в основном. Купила краски и стала... Просто решила нарисовать вот это вместо аппликации, сделать рисунок. Ну, сделала рисунок, мне понравилось. Потом еще. И так пошло, и пошло. Мне очень нравятся куклы. Я люблю кукол, но знаете, мне больше нравятся такие мягкие, домашние вот такие вот куклы. Ну, пришло всякие делать. А потом уже перешла на керамику, потому что, ну, видимо, все равно вот то, что я кукол делала, это же личики. И они... Мне что-то все равно это дало. До сих пор Тамара Дмитриевна рисовала и делала глиняные горельефные картинки для себя и на подарки. Принять участие в Международном фестивале наивного искусства Тамару Гарбузову убедил директор Анапской художественной школы Сергей Сахну. Очень серьезные здесь организаторы, очень серьезные художники в плане своей области, конечно. Потому что здесь нельзя наивно так сильно отвергать, вот как иногда. Наивное, не серьезное искусство, ничего подобного. Наивное искусство, искусство, корни которого в народе, в глубине веков, по сути дела, все наше российское искусство, имеет именно вот эти корни, народные корни. Ценители искусства отдают предпочтение таким работам за простоту, не обремененную условностями академизма. Картины Тамары Гарбузовой потрясают оригинальным видением мира. Бытовые сценки становятся поэтичными и волнующими. И детям, особенно первому классу художественной школы, такое искусство близко и понятно. Объемно, кажется, то, что живая. И лофит тоже. Очень хорошо изображены люди, и все прям как будто бы живое, но как настоящее. Животные как настоящие люди, как будто бы сейчас оживет эта картинка, так красиво все сделано, все лицо, глаза, рот, все сделано очень реалистично. Наивное искусство развивается и приобретает все больше поклонников. Художник-примитивист, как правило, находится в абсолютной гармонии с природой. Представители этого направления искусства, как правило, самодвительные художники, без академического образования. Но это не мешает самовыражению, которое понятно любому человеку. Лариса Басова, Максим Лагуша, Анапарион. 1 марта в санатории «Делуч» пройдет день открытых дверей. В программе встреча с генеральным директором Верой Стефановной Севряковой в 10 часов. В 10.30 пройдет презентация лечебно-диагностических отделений санаторного комплекса. С 11.00 до 14.00 врачи, терапевты и узкие специалисты проведут прием и консультации бесплатно. На обследование компьютерной томографии и УЗИ 1 марта скидка 50%. Дополнительную информацию узнавайте по телефону 549-96. Это все новости на сегодня. В завершении выпуска прогноз погоды. Во вторник 25 февраля в Анапе будет малооблачно без осадков. Температура воздуха днем 6-8, ночью до 4 градусов со знаком «плюс». Ветер северо-восточный 9-11 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 759 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте 7 градусов тепла. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Действует предпраздничная акция. Только до 8 марта все двухкомнатные квартиры по цене 42 тысячи рублей за квадратный метр. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова